Мне кажется, что могут быть три части у сегодняшнего заседания. Первая – это какая-то моя вступительная. Потом Юрий Вольфович, я вижу, что сильно подготовился и может рассказать нам много интересного об экономико-политических моментах. А потом я расскажу, что-нибудь просто о политике. Должен сказать, что «Суть времени» получила лицензию информационно-аналитического агентства. Это, все знают, не так просто. «Суть времени» является на сегодняшний момент лицензированным информационно-аналитическим агентством. Одновременно с этим обязательная лицензия на сетевое издание. То есть это все есть. Но пока что это информационно-аналитическое агентство – это такая разминка, начальные шаги. Но это не должно быть долго. И для того, чтобы это было по-другому, это все зависит от нескольких сот людей, которые за это возьмутся, засучат рукава и будут это делать. От их квалификации, от их единства, от их работоспособности, от того, как они, так сказать, будут набирать потенциал знаний, умений и всего прочего. Мы должны работать все время. Это как бы первая задача. И вторая задача – это все-таки до тех пор, пока это существует, говорить некую правду с экранов. Недавно, как вы знаете, это уже приобрело другой характер. И в передаче Соловьева уже российский зритель смог услышать о единстве этики, эстетике и гносиологии, или о чем-то еще, о вещах, которых как бы не полагается слушать современному плебсу, который хавает, да, пиплу, который хавает. И в этом есть какая-то задача, я не знаю уж, как ее назвать, просветительская или другой, но как бы все-таки поднять какую-то планку и что-то сказать всерьез о каких-то проблемах. Это происходит на телевидении. Сегодня состоялась некая моя телевизионная дискуссия у Соловьева, которая называется «Поединок», да, и я в очередной раз как бы вот понял, в каком состоянии находится отечество наше, да, на этой дискуссии моим оппонентом был господин Амнюэль. Амнюэль, да. Вот. Амнюэль как Амнюэль, да, должен сказать, что я никогда вот эту, ну, ну, интеллигентную публику такую, да, которая вот что-то рассуждает и пытается какие-то ставить проблемы, я ее не скидываю со счетов и не считаю, что, так сказать, там, если сильно поорать, то, значит, все хорошо. Ну, я же должен там понять, кто такой Амнюэль, да. Амнюэль как Амнюэль. Вначале был очень зажатый, когда разговаривал, потом как-то разжался, что-то уже говорит. Ну, я думаю, ну, о чем поговорить, значит, тема демократии. Ну, а что же уже сказал Амнюэль о демократии? Он же что-то про нее сказал? И желая просто увидеть, что сказал Амнюэль про демократию, чтобы понять, ну, кто мой оппонент, может, мне в чем-то надо соглашаться или нет. Я не умею не готовиться к передачам. И где-то в два часа ночи я начинаю смотреть этого Амнюэля и утыкаюсь в фильм, который он снял, документальный фильм о романе Рейдлих. И тут я понимаю, первое, что вот кто здесь сидящих знает, кто такой Роман Рейдлих. А кто из вас знает, кто такой Банислав Каминский? Чуть больше. Каминский. Теперь я вынужден, соответственно, информировать чуть-чуть. Каминский – это такой советский гражданин. Очень воодушевленный тем, что он будет и в Красной Армии делать такую победительную советскую карьеру. Уходит в армию, там, и все, потом учится. И в 1937 году, или как чуть раньше, позже, не помню, он оказывается арестован по делу Чаянова, вот этой вот партии, ну, крестьянской, защищающей интересы крестьянства в Советском Союзе. Он арестован, не такой большой срок, но ему там хочется, ну, немытьем, катанием делать карьеру, и он очень быстро становится агентом НКВД. В качестве агента НКВД его довольно быстро выпускают и просто по разнарядке, там, ткнув пальцем в небо, его отправляют вот в этот локоть. Где он и сидит, как агент НКВД, ну, и работает там, выполняет свои должностные функции. Наступает время нацистской оккупации, этот район локоть захватывают, и там оказывается несколько людей, которые провозглашают республику Локоть по договоренности с нацистами, что это специальный такой район, в котором у них и самоуправление, и ТРПР-8 дыр, и так далее. Каминский становится заместителем главы этой республики, а глава республики скоро получает пулю в живот от партизан. И тогда Каминский становится главой республики Локоть. В качестве такового он уничтожает, по его приказам уничтожено, 1015 мирного населения, сожжено огромное количество сел, и живьем сожжено 203 мирных человека, сколько детей, точно не помню. Ну, просто справки. Уровень его нацистских заходов превышает уровень заходов самого нацизма. Он впереди планеты всей. Там идет террор полный. Террор дополняется повальным воровством, грабежом и всем прочим. К 1944 году, когда республика эта уже освобождена советской властью, и Каминский бежит дальше вместе с другими частями, он становится бригаденфюрером Вафа НСС, то есть генералом НСС, и получает железный крест первой степени, по-моему, лично от Генриха Гиммлера. Поэтому даже нельзя сказать, что он не эсэсовец, он эсэсовец. Натуральный, дальше некуда. У него собственная, ну, как сказать, банда вот такого же типа, как, наверное, знаете, Дирлевангер, да, вот эти вот банды, якобы на русской основе, да, такой, да, на основе тощепенцев, тысячу пятнадцать человек. Называются они там бригадой эсэс Рона. Благове этой бригадой эсэс Рона, он является одним из подавителей Варшавского восстания. И это дело фиговое, да. Сколько он там русских белорусов сжег, и как, это ему, как бы, Запад, а, значит, и наши прозападные силы легко прощают, да. А Варшавское агентство, это, как вы все понимаете, не русский, да. Это несколько другой контингент. И за кровь этого контингента как-то надо отвечать. А там творится черти что, и поскольку это черти что, опять же, превышает все пределы, а немцы не любят повального мародерства и так далее. К нему обращается кто-то из главных этих подавителей, говорит, ну ты вообще, ну так нельзя, ну ты что творишь? Это мы немцы, мы людей аккуратно сжигаем, убиваем. Ты что пытаешь? В войс стоит повсюду и так далее. Ты почему так грабишь? В армии мародерство запрещено. Он говорит, это все русские, они потеряли собственность России, поэтому они теперь имеют право грабить кого угодно и как угодно. Те офигевают окончательно. И кончается это для Каминского плохо. Не помню точно, по-моему, Роммель или Гудерьян, Гудерьян выходит на фюрера и говорит, что за предел, так нельзя и все прочее. И этого Каминского расстреливают. Вместо него другой, пригаден фюрер СС, еще руководит всей этой шопой, той же самой. Потом она уходит на части, и на части она уходит к американцам и англичанам, а часть ее сдают нам. И мы вешаем их. В частности, там была такая палач Адонина Макарова, по-моему, это 1500 людей из пулемета. Вот ее там уже в 70-е годы судили. Вот. Ну, это душераздирающие истории, да, про сожженных заживо детей, там, ну, про все что. Роман Рейдлих – это заместитель по идеологии Каминского в республике Локоч. Это его личные мемуары. Он пишет, приехал к Каминскому, мужик грубоватый, но ненавидит коммунистов как надо, все путем, выпили самогон. Самогон был, правда, такой местный, но ничего. Договаривались, потом договорились, что какой-то там хомутов переходит на политработу войска, а я занимаюсь идеологией в этой республике Локоть, а он… Понятно, да? Это не просто одна шайка-лейка, это люди, которые находятся в одном и том же поле. Организационно-политическом. Они находятся в этой точке, там все происходит. Теперь, значит, я смотрю фильм, где выступает уже, ну, где-нибудь за 80, я думаю, или сколько ему там, этот Рейдлих и его супруга. Супруга сильнее. Вся зоологическая ненависть к, так сказать, стране, которая отняла у них собственность и там положение, так сказать, вся воля к уничтожению всего, что дышит, пахнет или отдаленно пахнет совком, подробные рассказы о том, что да, немцы, ну что немцы, тоже были чуть-чуть полудурки, но с ними пришлось вместе работать и все прочее. Это все пронизывает фильм. Это такая бабушка и дедушка, оба так почти блеют, оба такие хорошие, все это идет под классическую музыку, кадрами, понятно, да? Это апологетический фильм. Диплом за этот фильм один из дипломов подписан Хуциевым. Вот вы как-нибудь чувствуете весь маразм, да, вот, понятно, да? Может, он не видел ничего. Человек, он такой как бы слегка витающий в облаках, хотя насколько точно непонятно, но в любом случае это Рейдлих, который потом в Тайване работал, так сказать, против нас. Ну, понятно, да, это, ну, как бы американская креатура, которая сумела спрятаться, его не выдали туда, его загребли сюда, и все это крутится. Но этого мало. В Брянске есть последователи Рейдлиха, и большим трудом при, так сказать, решающей роли Брянской сути времени удалось закрыть перед 9 мая выставку, на которой эта республика Локоть показывалась как райское место, где дети поют песни, где ходят с счастливыми лицами, понимаете, да? Смотрите, как хорошо было под Рейхом. И это делало брянское руководство, понимаете? Вот сейчас, в этой стране, сегодня, не в 90-м году, это было перед 9 мая, так сказать, 2015 года. Музей был закрыт, поднялся дикий визг на эту тему, да? Проклятая суть времени, проклятая... Это же музей, не музей, это музей, выставка была закрыта, они как бы... Пытались снова открыть, закрыть. То есть, мы живем в стране, которой надо сопротивляться, которую вполне себе приговорили, но в этой стране еще нельзя тронуть Рому Рейдлиха. Понимаете? Ну и, конечно же, в фильме про Рейдлиха одним из самых хороших людей является генерал Вассов. Это же понятно уже. Но генерал Вассов, в конце концов, это вот что-то такое, обер-предатель, а это палачи, убийцы, садисты, море крови и ужаса, криминальные элементы сознательные. И это все вот, ну, в стиле, ну, я не знаю, ну, так про ландал можно снять, там, например, Лев Давыдович, а вот что вы думаете, о чем? Ну, я думаю, что вообще-то говоря, женщины даны нам для радости. Ну, не знаю, ну, ну, что-то, ну, уже возраст, все понятно, да, ну, что-то такое человек говорит. Ни пятна, ни акценты, да, в промежутках показывается, как ходят эсэсовцы, да, как, ну, там, ну, как стоят эти люди. Понимаете, это все разрешено. Ну, о каком Вассове, о каком Шухевиче можно идти речь, если можно разговаривать о Дерлевангерле и Каминском? А ужас самый-то заключается в том, я говорю, вот хорошо, мы какую демократию рассматриваем? Мы демократию рассматриваем с лицом Шухевича, Бандеры и Каминского. Нет, Каминский плохой, понятно. Я говорю, а этот ангел? Я говорю, какой ангел? Он его заместитель. А нет, он его заместитель. Как он не заместитель? Он сам пишет, что он его заместитель. Он пишет. Это не клевета НКВД, ничто. Это он сам пишет. Он лично кровь не проливал. А Геббельс, наверное, проливал. А директор института Анненербе, которого повесили там, он занимался оккультными вопросами. Он не командовал дивизиями. То есть, это сумасшедший дом. Это огромный, сумасшедший дом, который почему-то считает, что он в шоколаде и что, так сказать, ну, советская малина держала тот совет, советская малина врагу сказала нет. Ну, все, все идут вальцом, а там все внутри начинено. Власти Краснодарского края хотят осуществить оказачивание края вообще, юга России. Планировано, что это будет, казаков будет миллиона два с половиной, три. А они не хотят и не понимают, что это такое. Но, я тысячу раз за то, чтобы это было оказачено, чтобы мальчики ходили в этой форме, маршировали и все что угодно. Но они же берут на вооружение людей, которые говорили об отдельной казакии. Там же все герои, сепаратисты, которые говорят, что казаки не русские, это отдельный народ. Там же были другие казаки, но в конце концов, и буденный был казак, а были какие-нибудь казаки, которые не хотели, что творится. Идет и идет машина. Теперь, мне говорят, да это руки не доходят, да это что-то еще. Скажите, пожалуйста, вот если руки не доходят, и вот есть вся жизнь, а руки доходят только досюда. Как вы думаете, что будет вот здесь? Я вот, это А, да, у него доходят руки вот досюда, R нулевое. А это R1, больше R нулевое, и сюда руки не доходят, да? Ну, естественно, что враг не сунется сюда, потому что понимаешь, что здесь у А дойдут руки, но он сунется сюда, руки не доходят, хорошо, вот я здесь буду, а потом 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 мы вот так соединимся, да? Те же руки не так, а потом мы начнем наступление. И когда мы приблизимся туда, где у тебя доходят руки, будет поздно. Если бы болотная площадь нарастала еще 20 дней, то этот рост приобрел бы неуправляемый характер, то есть неконтролируемый, неостановимый характер. Для этого достаточно было, чтобы туда пришла одна из высших должностных фигур страны. Просто поговорить с людьми. Было несколько фигур, как религиозных, так и светских, которых туда зазывали, они не успели прийти, но они колебались. Я знаю очень многих людей, которые колебались. Еще 10 дней свободного расширения туда бы пришли, и это приобрело новое качество. Когда бы это приобрело новое качество, то в это какие-нибудь, там были бы хулиганствующие выходки, и в это какие-нибудь мудрые-мудрые патриотичные как бы бревна, да, с глазами стрельнули бы. Ну и все. Понимаете? Все. На этом бы все кончилось. в чем была неожиданность и сложность исполняемого хода? Чего они не ждали никак? Что будет гражданское противостояние? Когда все это остановилось? Когда мы сказали после поклонной горы, что если еще один шаг будет с той стороны, мы на Бородинском поле соберем миллион людей и введем их в Москву. Американское посольство подчесало за заделку и подумало, что такое миллион людей введенных в Москву? Как потом с этим разбираться? И эта машина вся была остановлена. Она отбежала. Отпугнули. Что после того, как она отбежала? Кто в сущности выиграл-то? Ну, конечно, это и болотные. Даже вопроса не было. Даже вопроса не было. Никаких там там ну, это вообще забудьте политика, благодарность. Понимаю, сделали свое дело, пожалуйста. Но все-таки это-то уже происходит полным ходом. Это кольцо замкнется через год. Значит, до того, как оно замкнется, нужно о чем-то договориться принципиально, да, ну, внутри как бы патриотического сообщества и всего чего угодно. Да? Я как бы хочу сказать об тех основных тезисах, которые вот для меня существуют все-таки в связи с демократией, а потом что-то чуть-чуть прочитать. Значит, идет дискуссия о демократии. Там прямо говорится, поскольку народ бывает глупый, то если начинает литься кровь и что-нибудь еще, как при Гитлере, то надо вводить войска державам, которые являются светочами. Ну, стоит человек на канале, да, он говорит, надо вводить войска. это право. Демократия лишена понятия суверенитета. Там не должно быть никаких суверенитетов. Какие суверенитеты? Какая суверенная демократия? Это выдумка Суркова. Ему говорят, вообще-то это выдумка Джорджи Вашингтон. Не, забудем. Значит, все можно, да? Нацистов можно, Бандеру можно, как бы иностранные войска можно, толпу применять можно. Да, демократия это рациональный гражданин, который, ну, сказать, действует в соответствии со своим выбором, если это демократия. В толпе нет рациональных граждан. Люди, которые пляшут и говорят, что не скачет тот мошкаль, не для того пляшут, чтобы находиться в рациональном состоянии. Между прочим, эти боевые пляски им 2-3 тысячи лет. Да? Это совершенно не хухры-мухры. Это известная технология. А страна находится в ситуации, когда она вообще не понимает, кто такой Каминский, кто такой это, кто такой что-то. Никаких передач суда времени нет. Но я просто говорю, что у людей культурный провал, они масса вещей не знают, им никто не дает даже элементарного справочного материала, они вообще не понимают, что происходит. Дело не только в том, рассказываешь ли ты, а дело в том, что непонятно, на каком уровне рассказа надо остановиться. я стою в компании замечательных молодых людей, ну просто, энергичных, думающих, и все что угодно, и таким воплем, как мне свойственно, с некоторым таким надрывом, и запомните, что все будете как ни нам, в Гарварде и везде учить редщица циррона наизусть, и произносить со сцены, когда же наконец перестанешь ты, Кателина, употреблять нашим терпением. Да? Говорят, а что мы так будем, выучим быстро, все произнесем и научимся. Вы только скажите, кто такой ЦЦРО? Ну просто, чтобы, да? Это что означает на практике? Это означает на практике, что мы существуем в ситуации глубокого культурного провала. И гораздо меньшей ситуации провала находится враг. И это же уже враг. А что о нем скажешь? Да ради Бога, ну пусть будет московский либерал. Пусть меня учат, что свобода выше всего. Причем тут Рейдлих? Рейдлих-то зачем? Понятно зачем. Потому что хоть будет стоять в этой туснике миллион людей, но пока туда не выйдет этот миллион. И этот миллион будет просто топтаться на месте, ничего не будет. Ну стоите себе и стоите. Антисанитария. И все. Значит внутри миллиона должно быть хотя бы 10 тысяч, которые начнут кидать коктейли Молотова. Они же не будут либералами. Они не из фонда Сороса будут. Они должны быть откуда-то. Вот на выбор. Либо ИГИЛ запрещено в России, либо нацизм, либо коктейль. Все. Дальше что? Дальше опять какие-нибудь мудрые люди сделают какую-нибудь фигню. И тут все кончится. Она может быть сделана в варианте официальных структур, что лучше. Да? Или варианте неофициальных структур. Почему я так рычал-то на тему о том, что вы типа с вашими этими маршами, да? Мы провели красный марш, когда лилась кровь в Донецке, и в сущности после этого ребята наши отправились на войну и до сих пор воюют два года. Я имею ввиду пролитая кровь, погибли люди. Делать этот понт после этого вот в таком стиле было нельзя, но там понятно, что им еще подложили Немцова в качестве подарка, но не в этом же дело. А дело заключалось в том, что внутри этого нужно было вписать такие структуры с такой степень непопулярности, чтобы в ответ дернулась армия. Пока это делают внутренние войска, если они это делают, армия не дернется. А вот если это сделают какие-нибудь, я не знаю, северокавказские братья, то все зависит от того, что они сделают. И в этот момент ответная волна пойдет куда угодно, и мы уже не удержим стабильность. Дай Бог, если этого всего не будет. А почему этого не должно быть? Потому что пришел Трамп и что? Объясняю еще раз. Поскольку с этим Трампом дела были какие? С ним Владимир Вольфович, то это ладно, Владимир Вольфович божий человек. А там были другие. Владимир Вольфович с ними потом решил сам вопрос по-ангельски. Неважно, у нас Венгеровский и другие. Поскольку там были другие люди, то вот этот еще иновозрастной Трамп находился как-то в поле моего зрения. И он действительно был шустрый совсем. Правее правого, да? Но потом вдруг оказалось, что он разорился с определенной помощью. А когда он восстановился с той же помощью, он стал гораздо более респектабельным. Не скажу совсем, но гораздо более. Его разорили, потом, значит, по известному типу действий в зоне, да, так сказать, опустим, поднимем, да, его опустили, подняли, и возник такой вполне себе упакованный Трамп имени господина Райхмана и других людей, которые включены в консервативную часть еврейского американского лобби. Эта консервативная часть по отношению к либеральной части составляет 7-10%, не больше. Она невелика. Это глубочайшее заблуждение, два, что Америкой правит за инистокупейшен гавермен, сионистская правительство, это первое заблуждение, что второй, евреи Америки едины. Это абсолютно не так. Вот есть как один из факторов, и уверяю вас, что итальянский фактор в Америке ничуть не менее эффективен и влиятельен, чем еврейский, да, или какого-нибудь Джордж-Штаунский университет, или там Мормоны. Америка сложно построенная страна, где еврейское в обе очень много значит, но оно не всесильно. Это сложно построенная многофазная система. Если ее понимать, в ней можно разобраться, но надо хотеть понимать, взять вместо этого такую кисть, макнуть в ведро краски, мазануть это и все, и спокойно живи, болтает до второго пришествия, только понять-то ничего нельзя. Значит, оно расколото. Вот это консервативная часть, которая олицетворялась вот таким вот союзом евреи за Никсона. Она очень мала. А все остальное это Голливуд, финансы и прочее. А здесь стройкомплекс с уклоном ВПК. Вот все, что связано с Трампом, оно находится вот здесь. все. Это враги его. Вот эта часть поддерживает Израиль всегда. А вот эта часть никогда не поддерживает Израиль. Она ненавидит Израиль больше, чем посторонние граждане, итальянские или каким-нибудь еще. Это чудовищное государство, права палестинцев. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. По-русски говоря, зачем нам нужна какая-то там точка на Ближнем Востоке, если так нам хорошо в США. Вы нам только мешаете. У нас ценности не те. Вот это все демократическая партия. Повторяю, это Федеральная резервная система, это Голливуд, это крупнейший информационный концерн, это вот все. Вот это она. Она люто антитрамповская. А вот эта штука да. Значит он был в свободном полете и всем показывал фигу. Это была фаза один. Потом они помогли ему залететь. Это была фаза два. И он оказался вот здесь. Потом они подняли. Это была фаза три. И он тут уже оказался вполне с вот этой штучкой. Ликует Натаньяху. Праздник Израиля. Что это значит для нас? Плохо или это хорошо? Хорошо. Это абсолютно хорошо. Значит с некоторыми оговорками. Если это вот так, а я вам точно говорю, что это так. Я случайно все наблюдал. Я говорю просто с близкого расстояния. Если это вот так, значит война с исламизмом будет. Не было крестовых походов, но будут, будут. Значит это все будет. Как только начнутся эти крестовые походы, они там увязнут в этих крестовых походах ровно на столько лет, сколько будет продолжаться линия на них до следующего, когда этот трамп слетит, через неделю или через 8 лет, неважно, но когда они слетят, они будут там работать. Цены на нефть будут повышаться, а работая там, они не будут работать с нами в агрессивном ключе. Нельзя работать везде. Значит у них естественным путем у нас вот здесь возникнет общий интерес. И в этом есть функция вот этого израильского происхождения. Что, мало? Что хотят-то? Трамп и Путин дружба навек? Это невозможно. А вот это возможно. И даже высоко вероятно. Дальше возникнут проблемы. Иран. Двадцать лишних лет назад сегодняшнему руководителю Израиля говорят, что мы из Ирана не уйдем. Русские из Ирана не уйдут. Им это не нужно. А вот если Израиль хочет провести конференцию о роли Фердауси в мировой культуре и чтобы на нее приехали представители Ирана, то это был бы хороший сдвиг в нужную сторону. Мы всегда готовы строить диалог с Ираном. ваш помогать вам. Но мы не дадим вам Иран уничтожать, потому что он нам нужен. И если начинается все с признания великой персидской культуры, то постепенно можно с исламом тоже договориться. В Иране есть о чем говорить, кроме радикального шиизма. Там есть персидский бэкграунд тысячелетний. Древнейшее государство, великое, с огромным культурным наследием. поэтому если речь опять пойдет о том, что этот Трамп начнет бобить Иран и все прочее, то мы не можем это поддержать. У нас там стратегический интерес. И наконец последнее прошу обратить на это внимание. Из того, что говорит Вадим Владимирович Путин, наиболее важно то, что он повторяет, не меняя формулировку, по нескольку раз в разных местах. Это есть инварианты путинской политики. Потому что он говорит с журналистом, он что-нибудь там, ну, хочешь сказать такое, ну, приятное для журналистского сообщества, смешное, развеселить, ему там молодая женщина понравилась, обаятельно на него смотрит. Он на что-нибудь сказал, и это все не значит, что это константа политики. А когда Путин несколько раз в одинаковой интонации говорит одну и ту же фразу, то это константа политики, это внутреннее убеждение, он их менять не будет. Что говорит Путин такое константное? Он говорит все время не меняя фразу. Китай это не наш даже стратегический партнер, это наш супер партнер. И еще раз запомните, Китай это даже не наш стратегический партнер, это супер партнер. Значит сколько проживет Трамп политически, что с ним будет, да? Неизвестно. Но то, что мы не променяем, так сказать, этого не стратегического партнерства, а больше чем стратегического партнерства с державой, которая не меняет каждые четыре года своих руководителей курс, на человека, который неизвестно, всадят импичмент через шесть месяцев или через девять, как Никсону там когда, да? Через три года. Это точно. Мы не будем это менять. Значит, если американцы хотят напрягать свои отношения с Китаем, это их абсолютное дело. И даже не могу сказать вот в данном зале, что ну я, например, от этого сейчас начну прыгать, бегать по потолку или там мылить веревку, чтобы повеситься. Да? Какой ужас? Нет. Си Цзепинь все сказал по этому поводу. Он сказал, что Китай за либеральную открытую глобальную экономику. Да? Почему? Кто всегда за либеральную открытую глобальную экономику? Тот, кто хочет пожирать других. Понятно? Значит, мы за, потому что мы вас будем кушать, а вы против, потому что вы не хотите, чтобы вы нас кушали. Да? Си Цзепинь говорит, я буду кушать. Мур-мур. Китайская кошка не тигр, а очень мирное существо, но оно за полный либерализм. Чтобы всех съесть, откройте нам все границы для наших товаров. Мы так хотим. Давос приезжаю, вам рассказываю. Теперь он, конечно, нервничает, что этот выставит все рогатки, неизвестно, что там будет с этими рогатками, выставит ли он их. Но как бы это опасно. То есть есть ряд проблем, в которых мы не можем договориться до конца. Мы не можем договориться до конца по Ирану, по Китаю. Мы совершенно не собираемся сковывать американским коллегам по рукам и ногам в их действиях. Это будет очень пикантно, если это сказать. Они напрягут отношения с Китаем, потому что им самое не время это делать. Там триллионы долларов в резерве у Китая. Ну, понятно, как бы Китай очень мирная страна, она очень не любит, когда с ней напрягают отношения, поэтому там много удовольствия у них будет. Обращу внимание еще на одно удовольствие, которое предлагает странный человек по фамилии Бжезинский. Видимо, он уже не всегда с крайней старостью приходит крайняя мудрость. Бывает и по-другому, что эти процессы расходятся. Он говорит о какой-то триаде Китай, это типа Россия и США, а Индию мы куда денем? У нас с ней, между прочим, очень хорошие отношения и всегда считалось, что американцы Индию затачивают против Китая. То есть у них вот эта любовная игра. Теперь он говорит о Индию вообще забудьте. Мы объединяемся с Китаем, а Индию сдаем. Но это невозможно. Короче говоря, что касается этого товарища, то, во-первых, это вот это, во-вторых, из этого следуют некие последствия соответствующие, в-третьих, есть вещи приятные и есть вещи неприятные. И все. Никого братства не будет. А какие там силы внутри радикальных республиканцев победят, никто не знает заранее. Поэтому разговоры о том, непрерывные разговоры, как будет хорошо при Трампе, я бы попридержал. Я бы не то, чтобы их снял, я бы их попридержал. А вот об этом бы я подумал. Потому что нам до того, как это произойдет, нужно о чем-то договориться. И тут есть несколько теоретических позиций, которые, как ни странно, очень важны. И которые, ну, если даже, не знаю, в данном изоля они так кажутся очевидными, то вот в мире они совсем не кажутся очевидными. Самая главная позиция заключается в том, что хороша демократия, плоха, чем она собой представляет, она не цель, а средство. Это отвертка, да, или что-нибудь там, сверло, которым будет, да, лопата, которую копают. Нельзя поставить на алтарь лопату и сказать, о, лопата, да, ты там, понимаете, да, это называется фетишизм, культ-карго, да, это неправильно. Но это же, поймите, вот здесь сидят люди, которые там, кто учится политологии, кто не учится, а кто-то давно уже, так сказать, находится в материале. Поймите, это же всюду так, товарищи, товарищи, нет ни одной высокопоставленной, высокостатусной, западной команды, в которой ты, я когда сказал, что демократия это не цель, а средство, которая не возмутилась вся целиком. Уже непонятно, сколько десятилетий, демократия это цель. Зачем нужна демократия? Чтобы была. Что она должна обеспечить? Она есть цель. Западная цивилизация сняла высшие цели, она их отменила, вы меня услышали? Это никто не скажет, кроме меня, я вам говорю, это на основе большого экспериментального материала. Вы же помните все эти разговоры. На каждом семинаре международном мы пытались объяснить только одно, что демократия это замечательное средство и все что, но это же средство. Западная цивилизация сняла понятие прогресса и гуманизма. Есть линейный прогресс, нет линейного прогресса, как бы сложнее модели развития, чем линейный прогресс. Западная цивилизация сняла понятие прогресса как цели, и гуманизма нет, есть демократия. А еще есть открытое общество, которое проповедует господин Сорос, проповедует его на самом деле Карл Поппер. А как называется книжка Карла Поппера про открытое общество? Открытое общество и его враги. Там нет открытого общества, там сразу враги. И прямо сразу записано, что открытое общество и есть общество, которое держится врагами. У него нет внутренних скреп, там нет никакой внутренней солидарности, там каждый за себя. Но когда есть враги, вообще открытое общество скрепляется. А чего не должно быть в открытом обществе? Семьи не должно быть, в частности. Открытое общество это совсем необычное буржуазное общество. Энгельс происхождение семьи, частной собственности государства. Совсем другая конструкция. И никто же не разбирается, что это за конструкция. Какое общество, какую идеологию Поппер считал самой враждебной, хуже коммунизма и марксизма? Сионизм. И в предисловии к русскому изданию сказано прямо самим Поппером. Почему? Потому что там есть солидарность. А ее не должно быть. Демократия сейчас для сегодняшней западной цивилизации уже несколько десятилетий и не знаю с какого момента. Там снято понятие прогресс. Там нет целей в развитии. Там цель демократия. Это все молятся на лопату. Не копают лопатой канал, чтобы водичка потекла. А молятся. Естественно, лопата соответственной работы. Общество, которое превратило демократию в цель, обречено на деградацию. А будучи обреченным на деградацию, оно, конечно, приведет к власти самые антидемократические силы. демократии. И вообще моление на демократию это идолопоклончество худшего типа. А идолопоклончество только начни. Не сотворите себя кумиров. Демократия является прекрасным средством для решения определенных задач. И абсолютно негодно для решения других задач. Можно было в условиях демократии за две с половиной пятилетки создать то, что создал Сталин. Но это безумие было бы. Были издержки в том, что было создано. Были там какие-то вещи. Но там было просто все ресурсы вот так вот сосредоточены и туда кинуто. Это же ужас был, настоящий ужас, когда вдруг обнаружилось, что крестьянин от сахи должен точить ствол пушки. От сахи, понимаете? Это абсолютно невозможная трансформация, потому что то, на чем крестьянин пашет, я не знаю, лошадь, она живая, она там пахнет навозом, она то какает, то что-нибудь еще делает, то делает иго-го, с ней можно разговаривать, все что угодно, а это все мертвое, ему там под зад не дашь этому какому-то трактору. Это страшный разрыв внутренний, человеческий, чтобы заставить в одном поколении человека, который на этом какающем, плукающем и рущем, с которым живые отношения пахал, перевезти на трактор и тем более на расточный станок для ствола, пушки, нужно совершить что-то немыслимое. Никогда в истории человечества не совершенное. Да, наверное, немецкие танки лучшего типа были чуть-чуть лучше советских, но они были сложнее, их делали медленнее, то же самое с самолетами, но сделали же конкурентную технику руками кого? Руками этого пахаря. Ну, как это можно было сделать демократически? Он не пошел бы туда. Ну, началось это с того, что считали, что рыночные получат товарный хлеб, а они спрятали, а поскольку его было много, они его спрятали в плохие хранилища, а поскольку схроны плохие, а поскольку схроны были плохие, началось нашествие крыс. И в политбюро рапортовали еще за несколько месяцев до голода, что ничего не будет, у политбюро был резерв, они просто уже не успели доставить его до этого населения. Ничего не понимали, что происходит. Ментальность такая. не было бы ничего. Значит, демократия когда-то для решения каких-то задач является прекрасным средством, а когда-то она абсолютно не является хорошим средством. Но целью уже была развитие, модернизация, осуществление проекта вот этого советского модерна, а не демократия как таковая. И цель была решена соответствующими средствами. никогда нельзя снять, ни одна живая цивилизация не может сказать, что ее целью не является развитие. Как ты его не понимай. Причем речь идет не только о развитии окружающей индустриальной среды, а о развитии человека. Потому что если человек деградирует, а среда развивается, то это кончится ликвидацией общества, земной цивилизации. Нельзя, чтобы все время можно было уже взрывать целый город с помощью пробирки, и какой-нибудь один деградирующий идиот не взорвал. Обязательно взорвет. Никими полицейскими мерами не удержишь. Значит, если хочешь обеспечить индустриальный рост, так сказать, рост среды, обеспечить рост человека. Значит, развитие пронизывает все живое и неживое. Об этом можно в какие-то моменты забывать. Вот говорят в истории там, что, ну, это же знаменитый подкоп, помните, да, ну, кто смотрел. Был такой фильм «Девять дней одного года». Там Смоктуновский одной правой делал Баталова, который был за советское все, а Смоктуновский был такой либеральный, Илья такой, ученый. И он все говорил, милый мой, тот, кто изобрел колесо, так же гениален, как Эйнштейн. А посмотри на этого Пятикантропа, там какой-то специально подобранный типаж официанта был, да, вот он кто такой? А вот посмотри на те лица, Глуа, Моносов, Вавуазье, да? Ну, что ж ты говоришь о каком-то развитии человека? Где оно? Так можно сказать. Пока вы не видите Гориллу или Аргутанга, или совсем примитивное племя, и вы понимаете, что развитие есть, оно противоречивое, оно какое угодно, оно есть. Можно, конечно, сказать, что идеалом являются пигмеи Центральной Африки. Они живут в симбиозе с природой. Ну, приезжайте, посмотрите на этот идеал. На Даманские острова можно съездить и так далее, там все это есть. Есть развитие. Оно есть. Можно долго спорить, кто выше, там, тигр или, я не знаю, змея, да? Но когда, вы прекрасно понимаете, сколько-то миллионов лет назад был бульон такой, да? Сто миллионов, скажем, в археи, там, где еще. Был бульон, а в бульоне, так сказать, были какие-нибудь бактерии, а больше ничего и не было. А потом что-то появилось по отношению к амебе, что тебе тигр, что динозавр, а развитие, вот оно, милый, есть. В 21 веке мы поняли, вдобавок к этому, что существует развитие самой неживой материи, что не только когда-то был биологический бульон, в котором не было, даже рыбки никакие не плавали, но и когда-то не было молекул, не было атомов. Есть этот единый импульс развития. И внутри этого импульса есть история, то есть движение человечества, творческое. Так вот, любая демократия реакционна, если рушится творческое движение человека. Все реакционно, если рушится творческое движение человека. не может быть нереакционным антиисторический строй и антиисторическое устройство общества. Творцы западной современной демократии сами устами фукуямы сказали, что у них конец истории, что они от нее отрекаются, что они от нее отказываются. Они этим самим сказали, что они реакционные, они антиисторичные, контристоричные. А нельзя быть антиисторичным, контристоричным, не будучи антигумунистичным. Все. Как это происходит в истории человечества? И в чем тут, ну так сказать, вот тот Маркс, которого не обсуждают? Потому что Маркса все время обсуждают. Эксплуатация, прибавочная стоимость. А Маркс к второй, третьей, или третьей четверти девятнадцатого века был единственным философом на планете, который еще верил в историю. Все. Все кончилось. Были какие-то просветители. Во что кто из них верил, вопрос сложный. Но они были. А потом оказалось, что никого нет. с приветом от Шпенглера или от кого-нибудь еще. Закат Европы, Ницше, да? Круговое движение. Примордиальная традиция. Все лучшее было в золотом веке. А сейчас все ухудшение и ухудшение. Понимаете, да? Маркс остался единственным. И он повел за собой всех этих коммунистов, потому что они единственные верили в историю. И говорили просто, пойдет уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы. Мы уберем три препятствия на пути творческого движения. Эксплуатацию человека-человеком. Человек-человек-волк. Разобщенность людей. Да? И разделение труда. Вот когда мы эти три препятствия... Человечество так шуранет по той историю. И полетит она, птица-тройка. И локомотив двинется. Понимаете, да? И никто, кроме них, это не говорил. И совершенно плевать, что они еще говорили. Важно, что они это говорили. Что они оказались единственной нереакционной силой. Потому что в начале, в начале, буржуазия или кто-нибудь еще говорит, мы в авангарде. Мы ведем всех по пути истории. Это ав-буржуазия. А потом она становится буржуазия-арьергарда. Ар-буржуазия. Она садится сюда. Говорит, не хотим мы вас вести никакой дорогой истории. Поведешь вас в дальше дорогой истории, пролетариат выиграет. Плевали мы на эту историю. Мы отказываемся от нее. И вот тогда возникает Золотой век, премордиальные традиции. Юлию Цезарю в Риме не нужен Золотой век Аркадия, Вергилии, Овидии и все прочие. Они нужны Августу, Октавиану. Потому что Августов, Октавиан уже понимает, что Римская империя дальше исторически бесплодна. Она достигла апогея. И ему надо перейти на Эклоги, Вергилия, на всякие разговоры о том, как хорошо в Золотом веке. На воспоминания о том, что твой род, это род то Венеры, то кого-то. Это зачем делают? Все. Это аристократия, достигшая пика и прекратившая работать на историю. Она не смотрит в будущее. Она смотрит назад. Какое-то время она сидит в этом Золотом веке, а потом она падает. И то же самое произошло в Советском Союзе при Брежневе. Все, Золотой век. Ка история. Клячу истории загоним левой, левой, левой. Какое левой? Все кончено. Никто не хотел. Советский коммунизм перед тем, как умереть, отрекся от истории. Но никто не делал с такой наглостью, как Фукуяма. И ему же аплодировали вот эти. Вот эти все. Все цвета разобраны. Назовем голубые. Вот эти. Они. Не эти аплодировали, а вот эти. Говорит, да, да, все, конец. Творческого движения не будет, не нужно, хватит. Почему им было не сказать про все краха Советского Союза? А теперь мы вас все поведем либерально-историческим путем. Вперед! Но они же не это сказали, а прямо обратно. Сказали, милые, мы убивали Советский Союз для того, чтобы наконец прекратить историю. И когда Диновьев говорит, там, мы целили в коммунизм, а попали в Россию, значит, то не в целили, не в коммунизм, а попали в Россию. Целили, может, и в коммунизм, а попали в историю. Не в смысле влипли, а в смысле ранили, убили. И долго на это работали. А постисторическое общество страшная штука для детей, для всех. Если ваши дети будут жить в постисторическом обществе, это жуть, по отношению к которой любой гитлеризм это ничего. Значит, а кто должен эту историю продолжить? Совершенно непонятно. Теперь еще один тезис. Не может быть контр-антиисторичность и не порождающая антигуманизм. Исторический человек звучит гордо. Анти-контр-исторический пост-человек звучит пошло, скучно, глупо. Ему нельзя поклоняться. Поэтому каждый раз, когда вы сталкиваетесь с анти- и контр-историческим процессом, вы сталкиваетесь одновременно с процессом антигуманистическим. И это так и есть. Совершенство западной демократии мы обсуждать не будем, да? Ее идеалом бы стало, конечно, то, чтобы все семейство Клинтонов и Буша по очереди избиралось к удовольствию всех присутствующих. Но не так много изменилось, как вы все видите. Гораздо более важная другая позиция. Никогда не верьте, что демократия работает сама по себе. Это очень острый вопрос. Демократия не работает сама по себе. Есть проект, у проекта есть субъект. Вот субъект работает, а демократия это средство. Пока две главные масонские ложи национальная и Великий Восток на Западе находились в консенсусе и олицетворяли собой консенсус, то есть договор партии демократической и консервативной, как бы они ни назывались, и договаривались они вот об этом модерне, прогрессе, гуманизме и так далее, демократия работала. А как только возник конфликт между этими двумя ложами, и они разошлись, потому что нет, проект на храмах кончился, модерн. Все кончилось, и теперь вы видите, что Трамп и эти республиканцы и демократы, они воюют друг с другом круче, чем, не знаю, с ИГИЛом запрещено в России. Они же круче воюют друг с другом. А что, не так же круто воюют о воде и каком-нибудь ликут? или, что было запрещено, Монте-экспресс, две газеты, олицетворяющие собой две эти силы, запрещено было газетам в горло друг к другу прыгнуть. Прыгают, все кончилось, нет проекта, поэтому распалось это единство, а демократия сама эта фигня, она никогда не работает. Дальше. Демократия всегда требует рационального, компетентного гражданина. Нету без этого демократии. В этом самое страшное, что общество непрерывно усложняется, а гражданин упрощается. Но ведь на это упрощение работают. Ведь это же не случайно там, кто такой Цицерон или что-нибудь еще. Это же колоссальная работа по упрощению людей. Зачем? Чтобы они не могли пользоваться демократией. Никаким образом. Отчуждение от демократии происходит за счет того, слишком сложный инструмент в современном мире. Демократия требует образованного такого-то гражданина. Нету, нету, это меньшинство. Вот это меньшинство говорит, мы пневматики, мы подлинные люди. За днами лежат всякие дейзель искусств, придурки, поющие, все это, все психики, а это все хилики, огромная толща, они вообще ничего не понимают. Что хотите, чтобы они восстали, но звери с бездной восстанет, что вы все будете делать? Вы же сами попросите нас усмирять. Все. в России еще сохранена какая-то потребность в понимании. Вот у меня одна там молодая Сутевка что-то говорила. Я не могу, я хочу знать, я хочу понимать, что это все происходит в Москве, в России, ничего понять нельзя, не могу так жить, ничего не понимая. А в Египте гид самый продвинутый, давно это было, подошел ко мне и сказал, сэр, я прошу вас прямо здесь, у меня есть единственная просьба, да, никаких гонораров, не надо ничего, посвятите меня в масоны. Я говорю, милый, я к этому не имею отношения, а почему так надо? Я сказал, сэр, я не могу все время водить экскурсии и знать, что я до смертного часа так ничего не пойму в том, куда я вожу экскурсии. Я не могу, ничего не понимая водить, я уже не знаю, что мне спится, что сделать. Это последние люди, у которых есть запрос на понимание, неважно, понимают они, нет, у них запрос на это есть. Я считаю, что одна из сильных вещей в движении в этой времени. Возможности уже, инструментов нет, а запрос есть. Но большинство человечества говорит, ну пошло все это вон. Понимание успеха не дает, благосостояние не дает, да, можно и без него. Прожить, покушать, пописать, покакать, что-нибудь родить и в ящик, и все хорошо, прекрасная маркиза. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо. При нарастающей сложности мира рано или поздно, поверьте мне, понимание общей ситуации целого окажется в руках когерентных комун интеллектуальных, больших коллективов. Никто в одиночку огромный мир не промоделирует по десяти тысячам факторов. И картины не даст. это будут делать собирающиеся коллективы. Вот есть такой Линдон Варуш. Уж что он там не перепробовал, какой он там ахинею не нес уже, то там русские, это великая мать, то там что-нибудь еще там, да. Но он вокруг себя собрал когда-то вот этот журнал, Ир, какой-то коллектив, да, он все время пытался докопаться до чего-нибудь. Между прочим, Хаббард пытался. То есть все время вот такие коллективы про образы говорят, слушай, в одиночке не поймем, давай сто человек. И все дисциплина вместе, вот такую коммуну. Рано или поздно это выкристаллизуется в мире. Что будет потом, это отдельный вопрос. Но это обязательно произойдет, потому что понимания нет. И все это понимание исчезает вместе с так называемым клиповым сознанием. Человеку, чтобы взять эту всю сложность, ему надо подняться как-то наверх, посмотреть, накрыть все это куполом, а ему мозг раздробили так, что он видит какую-нибудь частицу, а дальше не видит. И это же специально все делается. Образование, компьютеры, программы дробят этот мозг просто с беспощадностью. Если бы закрыли глаза и увидели этот процесс, то по отношению к камнедробильной машине, на каких-то которые шахты делают, они ничто сквозь скоростью это идет. И, конечно, это очень напоминает хлеба и зрелищ в Древнем Риме. Римская империя в имени упадка. Что делать в этой ситуации? Вопрос очень сложный. Возможно, что самое главное, если бы это можно было бы сделать, это так открыть каналы вертикальной мобильности через образование, чтобы самый бедный человек, его дети, могли достичь любых образовательных высот, если они хотят. Любых. Но тогда надо придать этим образовательным высотам социальный статус. Нужно, значит, два места. Первое. Двигайся, все открыто. Второе. Когда додвигаешься, да, там будет социальное вознаграждение. Тогда это открытое меритократическое общество, демократическое меритократическое общество. Возможно, что оно могло бы еще каким-то образом спасти человечество. И совершенно не факт, что русские не предназначены для того, чтобы его создать. Но ведь вместо этого всю патриотическую среду-то во что кутают? Демократия, демшиза, нафиг, нафиг и так далее и тому подобное. Скажу два последних фактора, почитаю один отрывок и закончу. Вот в чем граничащая с экстравагантностью такая, да, новизна физико-математической теории сути времени? Не вообще сути времени, а физико-математической теории, которая кому-то позволяет говорить о том, что это все маргинальное, а кому-то нет. Вот в чем новизна настоящая? Новизна настоящая заключается в том, что если давно, в том числе и в античности, говорилось о том, что фундаментальные метафизические конфликты, которые все время путаются с последними решениями патриархии, да, некоторых, да, не надо это путать, фундаментальные метафизические конфликты, которые являются конфликтом между жизнью и смертью, да, смертью в человеке, что это такое? Вот один из таких конфликтов является конфликтом между космосом и хаосом, то в физико-математической теории сути времени говорится о том, что хаос не существует сам по себе, он есть продукт разрушения космоса, а за этим хаосом стоит субъект хаотизации, хаос сам не действует, вот хаос это все, что раздербанено в космосе, а за ним стоит более фундаментальная зона, ведь тьма, не тьма, ну что-то стоит, хаотизатор бытия, энтропизатор, нет просто энтропии, есть энтропизатор, когда-то я входил в круг людей, так сказать, у меня уже сейчас нет времени, которые все время обсуждали вопрос о том, где же все-таки будет интегральная наука, теория систем, синергетика, вот те немногие люди, которым нас на всех наплевать, да и на все наплевать, включая материальное благо, и кто сейчас находится в авангарде, они заняты вот этой моделью, здесь сейчас ищут возможности создания общей теории, значит теперь, вот так это происходит в физике и в основах бытия мира, да, но это вопрос о том, кто хочет это понять, это трудно понять, это действительно экстравагантно, там выли, что-то, неважно, но потом-то было написано управляемый хаос, это же не мы написали, не мы выдумали новый мировой порядок и новый мировой беспорядок, то есть новый мировой новый мировой беспорядок, соединенный с управляемым хаосом, значит, как минимум в социальном бытии эта же модель уже реализована, значит, ты отвоевываешь этого хаоса космос по сто квадратных метров, по там четверти гектара, почему-то еще, да, а он наступает на тебя, откуда взята вся модель, деревня или город, вы знаете, как создавался город, да, ну, что такое, мандала, да, ну, что в начале всего этого дела находилось, предположим, жертвоприношение, брали там трех кобыл и коня, значит, знаете, кобыла, конь покрывал кобылу, кобылу убивали по треугольнику, коня квали в середину, тоже убивали там его фаллос, квали вертикально, накапывали какую-то рунку, опахивали борозду, вокруг этой борозды начинали делать там, понятно, да, делить на четыре части, и это вам хоть африканское племя, хоть Рим, вы почитайте внимательно о том, как создавался Рим, значит, каждый человек, который создавал деревню или город, создавал космос, выступал демиургом космоса, а вокруг был хаос, деревенские не любят ходить в лес, они его боятся, деревня понимает, что это уже хаос, а вот здесь космос, если вы положили дорожку в пределах космоса, то будьте добры ее мести, она сама себя мести не будет, а лесная тропка будет, и будет травушка-муравушка, и будет очень хорошо, но только если вы это все вспахали, а потом перестали пахать, то будут вот такие сорняки, это уже продукты, и когда к деревне уже приходят волки, это значит, что волки чувствуют, что космос схлапывается, а хаос идет, это человеческое противопоставление природы и культуры, этой физики в человеческом мире везде, и в человеке, если каждый здесь присутствующий не понимает, что вот он там хаос, а вот и тут космос, и либо этот космос расширяется и усложняется во мне, либо его место схлопывается, приходит, личность может расширяться и сужаться, каждый, у кого личность сужается, чувствует невероятно депрессивный, так сказать, такой фон, да, жить не хочется, не то не хочется, почему? Потому что сузилось, личность, конечно, может менять еще и структуру, и это главное, но я говорю сейчас о простейшем, значит, все эти проблемы превратились в политические, это американцы сказали о управляемом хаосе, это они сказали о новом мировом беспорядке, о Карфагене, а потом они это начали делать в Ливии, по всей Африке, в Азии, везде, почему? Потому что им в итоге нужен этот халифат хаотический, который они смогут бросить, хоть на Китай, хоть на Россию, хоть на Индию, хоть куда, с тем, чтобы если нельзя у себя сделать хорошо, то надо у других сделать плохо, очень логично. теперь этот Трамп хочет что-то там американский космос менять, а ему говорят, американский космос надо менять, и чужой хаос быстро делать. А вы обратили внимание, в частности, что Трамп сказал, что он придаст резкое ускорение программам противоракетной обороны? Это классическая рейгановская соя. И что делать будем с этим хаосом? Когда, наконец, самые выдающиеся старики, доставшиеся нам от Советского Союза, на вопросы, сколько еще миллиардов долларов вам надо, чтобы сделать изделие, отвечают, мне нужно воскресить 200 людей, а я не умею это делать, а денег мне давно хватает. старшее поколение способно делать изделие, отказывается от денег, говорит, уже не надо, уже накушались, вы нам помогите людей воскресить. Что, не знаете это? тут не сидят люди, которые это слышали? Фамилии называть не хочется. Это реальные факты. Но это же не только мы, это все происходит в мире. И теперь я хочу сказать о русских. То, что, я говорю в передаче вчера, не буду повторять, ну, ну, помните, да, ну, может быть, эти фамилии не всем все говорят, но Чехов совсем не Мапасан, хотя они близки, да, он рассказывает там, походу в публичный дом, да, но он не Мапасан. Вот учитель жизни, проповедник. И то же самое с Туим, с Пушкиным, кем угодно. Вот великая русская культура, она вся проповедническая. Почему? Потому что русские не понимают, почему надо делить эстетику, носеологию и этику. То есть справедливость, красоту и истину. Русские считают, что все истинное, справедливо, красота, умна и все прочее. Откуда это все? Это еще миф. Это еще единство мира Бога. Божественный мир не разделен. Дева Мария прекрасна, умна и справедлива. А когда начинаете говорить, что это будет все красивое и несправедливое или что-нибудь, что-то это чужое, это не русский мир. Это осталась одна точка на планете. Не африканцы это будут синтезировать. Это здесь. Это в языке. Это в каждой фразе. И это стоит гораздо больше, чем все ракеты. И этого боятся гораздо больше, чем всех ракет. А вторая, безумно важная вещь во всем этом заключается в том, что каждый раз, когда он говорит все-таки, что такое демократия, это вопрос действительно сложный. Вот как вы различите Бога от дьявола или там кого-нибудь еще от кого-нибудь. Ну, действительно, а как мы будем отличать дух от антидуха или что там еще там, от чего надо мне отмечать. Вот по этому поводу Томас Манн сказал свои слова. Я зачту их, это будет последнее. Тот факт, что я осознал себя сторонником демократии, является следствием убеждений, которые дались мне нелегко и первоначально были чужды мне выросшим и воспитанным в двухноводных традициях немецкого бергерства. Да, я пришел к убеждению, что политическое, социальное составляет неотъемлемый элемент духовного, является частью во время человеческого, принадлежит к единой проблеме гуманизма, в которую наш интеллект должен включать его, политическое. И что в проблеме этой может обнаружиться опасный, гибельный для культуры момент, если мы будем игнорировать неотторжимый от нее политический, социальный элемент. И не покажется ли вам странным, пишет Манн, если я скажу, что попросту приравниваю демократию к политике, определяя ее как политический элемент духовного, как готовность духа к политике. Дальше он говорит, если из политического, политический элемент, готовность духа к политике уходит, да, то политика превращается в нацизм. Если в политике нет готовности духа к этой политике, все, это нацизм. Значит, что делают с русскими? С одной стороны, так называемые патриотические силы, да, хотят их оторвать от демократии, как политического элемента духовного. Скажите, вы духовные, пусть будет дух минус демократия, а другие либеральные силы хотят сказать, что в демократии нет духовности, а русские сохранили духовность, и они облизнулись на демократию, да, так единственная страна, которая может соединить дух с политикой, то есть политический элемент духовного, то есть создать демократию, единственное место на планете, где возможно соединение, да, политики и духовности, что и равно демократии, политический элемент духовного. политика минус духовность, вот этот либерализм, это просто равно нацизму, а духовность минус политика, это понятно, что такое, это опять два притопа, три прихлопа, все эти монархи и так далее и тому подобное, да, но это же единственное место на планете, потому что духовность исчезла, не может быть демократии, если она не является политическим элементом духовности. Демократия не институт, демократия не что-то, да, говорит, не покажете ли вам странно в попуску, что приравниваю демократию к политике, определяя ее как политический элемент духовного, как готовность духа к политике. Дальше он говорит, дело в том, что отказ культуры от политики заблуждения, самообман, что отказаться таким образом нельзя, можно оказаться в другом лагере, сверх того питая страстную ненависть к противнику, а политичность есть поэтому ничто иное, как попросту антидемократизм. А что это такое? И каким сокрушительным образом дух, став на этот путь, бросая вызов всему духовному, обнаруживается с невероятной ясностью на крутых поворотах истории? Политическое безволие немецкого понятия культура, игнорирование им социальности страшно отомстило за себя. И с русскими хотят сыграть в эту игру. Заберите свой дух, да, выкиньте к черту политический элемент. Вот и все. И получите, так сказать, два притопа, три прихлопа. Или выкиньте дух. А на планете не осталось мест. Духовность так уничтожена, что демократия невозможна. Вот в России этот шанс есть. И вот эта вся мразь, которая вмешивает в эту демократию нацизм. Элитарность, несуверенность и все прочее. Она марает это, да. А другие говорят, братцы, зачем нам демократия? Посмотрите, какое это дерьмо. Дерьмократия, что ли? Давайте мы ух, и назад. Вот это сейчас трагедия. Практическая трагедия заключается в том, что мы не успеем договориться по-настоящему, проговорить, проартикулировать повестку дня, как опять кто-нибудь в кого-нибудь там стрельнет и начнется вся эта заваруха типа Майдана, да, это практическая часть. А концептуальная вот в том, что я сказал. Поэтому сейчас невероятно острый момент, в частности, поэтому очень трудно отказываться от того, чтобы, ну, неизвестно, кто тебя там слышит в нации, но кто-то-то слышит, наверное, и это тоже надо делать. Вот. Это моя вводная лекция в цикл, который я, так сказать, теперь уже не буду отменять, потому что клуб будет работать регулярно. Вот. Теперь я хотел передать слово Юрию Вольфовичу. Появилось очень много новостей об экономических событиях и процессах, очень много. И сегодня я постараюсь очень кратко, обзорно рассказать о том главном, что происходит в мире, вот именно в мировых событиях. Начну с глобальной экономики. После глобального кризиса, который начался в 2007 году и который уже давно называют великой рецессией не только в экономической среде, но тем не менее вот мировые экономические структуры, которые определяют глобальную экономическую политику, они постоянно проявляют некий странный оптимизм, то есть надежды на то, что вот-вот все это кошмар закончится, мы перейдем к быстрому экономическому росту. И самое главное из таких структур, вроде бы обязанное этим заниматься, Международный валютный фонд, она тоже этим грешит. Вот как это выглядит в ее прогнозах. Видите, вот фактическая линия изменения темпов роста мирового ВВП. А вот это прогнозы ежегодные, которые давал Международный улетный фонд. Вот ошиблись, вот ошиблись, вот ошиблись, вот ошиблись. Сегодня снова ошибаются. Можно сказать с уверенностью, снова ошибаются. То есть каждый год объявляют переход к росту, причем ошибаются в этом довольно сильно и, подчеркну, болезненно, потому что не зная прогноза, не понимая, что будет происходить, крупные экономические проекты совершенно невозможно как-то планировать. Глядя на эту картинку, люди не верят, что снова не ошибка, а потому черта с два они инвестируют в развитие своего производства, черта с два инвестируют в новые предприятия, в новые товары, в новые услуги и так далее. То есть это прямым образом сказывается на проблеме экономического роста. Темпы роста сегодня, как мы видим, упали мировые до 3% в год примерно. Это крайне мало по сравнению с тем, что было совсем недавно. Но и более того, эти темпы роста в значительной мере, в огромной степени определяются новыми, растущими, развивающимися экономиками. 7% Индии, 6,7% Китая и так далее. А если говорить о развитых экономиках, которые давно когда-то были локомотивами мирового роста, то там ситуация совсем печальная. От нуля до минимальных процентов. Это, скажем так, одна поправка. И вторая поправка заключается в том, что экономический рост в развитых именно странах довольно сильно фальсифицирован. фальсифицирован статистикой и фальсифицирован новыми системами счета валового внутреннего продукта, куда только что не помещают, не пересчитывают. То какие-то гидронистические коэффициенты, якобы новая продукция почему-то в два раза лучше удовлетворяет потребности, там, айфон седьмой от айфона шестого вот так отличается, и поэтому это вклад в ВВП, то туда в ВВП уже давно начали официально без дураков включать проституцию, спекуляции валютные, торговлю людьми, торговлю наркотиками, нелегальную торговлю оружием, все это сегодня уже в счете ВВП, я не шучу. То есть вот этот рост фактически сильно, сильно фальсифицирован. На самом деле ситуация гораздо печальнее. если говорить не о долларах, а считается это все в долларах, а в физическом объеме выпуска, то ситуация еще хуже. Промышленный спад в ведущих странах за редкими исключениями идет давно и достаточно быстро. То же самое происходит в мировой торговле. Ее объемы впервые за много десятков лет не растут, а падают даже вот в этом самом искаженном долларом выражении вот картинка. Видите, был рост в долларах начиная примерно с 2000 года на самом деле почти стагнация, поскольку речь идет о долларовых переоценках, а не физических объемах экспорта. Это показывали индексы там Baltic Drive и другие по перевозкам товаров по международным. А здесь уже начался спад не только по физическим объемам, но и по денежному эквиваленту долларовым этого. То есть идут процессы достаточно мрачные. Мы уже обсуждали на клубе как-то, что основную роль в выходе из вот этой самой великой рецессии взяли на себя центральные банки, которые развернули совершенно немеренные, гигантские в триллионы долларов, евро, иен, фунтов, франков и так далее программы накачки экономик свежими деньгами. Это самое количественное смягчение так называемое. На сегодняшний день формально завершена программа количественного смягчения в Соединенных Штатах. Реально продолжается, то есть скупаются уже не долговые расписки, не облигации компаний и банков, а скупаются активы, но об этом чуть позже. А программы ЕЦБ, Европейского Центробанка, Банка Японии и других ЦБ продолжаются, и в результате с начала кризиса активы на балансах основных центральных банков мира выросли почти в 6 раз. Вдумайтесь, вот 100% в 2007 году в 6 раз. Можете себе представить такой рост за такой короткий побежуток времени? Это фактически, ну, скажем так, дутые деньги, деньги, которые не обеспечены никакими товарами и услугами. И это деньги страшные, потому что они копятся, их некуда девать. Но я чуть позже об этом скажу. Большинство мировых ЦБ снизили свои ставки буквально до плинтуса или даже, скажем так, ниже плинтуса. То есть ключевые ставки у некоторых центральных банков сегодня являются отрицательными. Стоимость кредитования нулевая, около нулевая или отрицательная. Вот мы видим, вот ноль, а вот видим, это сегодняшняя реальность. То есть банки это до недавних пор совершенно невиданное в экономике дело, или скажем так, редко исключительное. Сейчас фактически большинство банков кредитуют получателя кредит, то есть приплачивают получателю кредитов за то, чтобы он взял кредит. Возьми кредит, мы тебе еще доплатим, возьми кредит. все это и закачка денег и практически бесплатные кредиты делается для того, чтобы хоть как-то заставить мировую экономику работать, чтобы появились инвестиции, чтобы был экономический рост. Но серьезных инвестиций нигде практически нет, и роста тоже, соответственно, почти нет. Причины главные две. Первое в том, что в условиях кризиса бизнес просто не видит крупных прибыльных проектов для того, чтобы вкладывать деньги. Куда? Где я заработаю, а не потеряю? Я не вижу. Поэтому сижу на деньгах или использую их куда-то в другое место. А вторая причина – кризисная неопределенность, непредсказуемость экономической ситуации. Как мы видели уже по прогнозам МВФ, глобальные финансовые власти постоянно ошибаются. Причем ситуация с мировым производством и спросом не улучшается. А тогда зачем? Где будет потребитель? Зачем тратить деньги на масштабную модернизацию или на новое производство, если никто не купит? Поэтому почти никто из серьезного бизнеса по-крупному не рискует. А потому происходит что? В попытках хоть как-то спасти ситуацию, обозначить перелом вот этой трагической глобальной тенденции, к какому-то лучшему, центральные банки начинают фактически рисовать благополучие. Как они это рисуют? Во-первых, они проводят массированные скупки долговых обязательств корпораций других государств, то есть повышают спрос на активы на глобальном рынке, и, значит, цену этих активов. Соответственно, фондовые индексы будут расти. Но более того, в последнее время ЦБ начали скупать не только государственные корпоративные облигации, но еще и акции компаний. Опять-таки, совершенно невиданные меры в современной экономической истории. Не бывало такого. Вот видите, покупают не только корпоративные облигации, рост в них какой, не только государственные облигации, но и акции компаний и корпораций с рынка. То есть, что происходит? ЦБ в результате такой макрофинансовой химии задирают, с одной стороны накапливают гигантские деньги, активы, с другой стороны задирают вверх фондовые индексы, несмотря на то, что кризис никакого улучшения нет. Вот эта картинка индекса Dow Jones с минимума примерно 7 тысяч в провале кризиса, сегодня он добрался до 20 тысяч, в три с лишним раза. Экономика не растет, а цена активов в три с лишним раза выросла. Как это может быть? То есть, в норме, то есть, в логике любой внятной этого быть не может. Но это сделано. Сделано для чего? Это якобы должно побудить инвесторов к тому, чтобы кредитоваться, инвестировать. Расчет на то, что у большинства обывателей, которые работают на рынке с арифметикой начальной плохо, и они на три делить и умножать не умеют, поэтому они поверят, раз индекс растет, значит, можно инвестировать. Но, к сожалению, почти нет таких, которые же не умеют делить на три. А в результате все деньги, которые бизнес получает с рынка, в инвестиции не идут. На что они идут? На то, чтобы наращивать дивиденды акционерам и зарплаты, и зарплаты, и бонусы менеджерам корпораций, а также на то, чтобы проводить сделки по слияниям и поглощениям. То есть что? То есть уже есть готовые какие-то активы, предприятия, компании, подразделения, вот их покупают, и в результате идет бешеное укрупнение капитала. То есть олигархизация всех рынков. На рынках все меньше субъектов, которые способны конкурировать. Значит, рынок со свободной конкуренцией уже давно не существует. О нем уже давно можно было забыть в большинстве отраслей, вроде там формации или радиоэлектроники или автомобилей. Теперь этот процесс олигархизации, то есть создание негласных пулов компаний распространяется на все более мелкие, все менее значительные рынки. То есть рыночной экономики в классическом понимании в мире уже практически нет. Ее остатки или останки, не знаю, сохранились где-то в совсем периферийных экономиках. Нет капитализма в классическом понимании. Есть что-то совсем другое и достаточно мрачное. Но это не бесплатное удовольствие. Такой бешеный рост рыночной стоимости без подкрепления реальным ростом производства в экономической теории прямо и давно называется пузырем. И мы видим, как на фондовых рынках быстро надувается новый пузырь, причем еще более крупный и, конечно же, опасный, чем тот, который лопнул в 2007 году. Вот видите, это был знаменитый пузырь доткомов, когда вот эти новые интеллектуальные информационные компьютерные системы пытались внедрить, обещали, что они обеспечат невиданный экономический рост, в них вкладывали бешеные деньги, надули пузырек. Второй пузырь, это тот, из-за которого грохнулся весь мир глобальной экономики в 2007 году и далее. Это вот пузырь на рынке субстандартной ипотеки, то есть мусорных ипотечных облигаций. Но сейчас уже надут третий пузырь и как мы видим по масштабам по сравнению с реальным номинальным ВВП, который подчеркну к тому же задран, реально этот провал гораздо глубже. Этот пузырь не может не взорваться. Так и он взорвется и все напряженно думают когда именно и кому достанется больнее всего. Что в результате? В результате в мировой экономической прессе все больше рассуждений вполне авторитетны между прочим. Что центральные банки уже полностью исчерпали свои возможности управления национальными экономиками и глобальными процессами роста. Нет у них инструментария, нет методов в существующей структуре экономики, которую сейчас часто называют уже финансовым турбокапитализмом, хотя это емкое определение, но недостаточное. Так вот в ней уже нет тех механизмов, нет регулятивных мер ни у кого для того, чтобы как-то управлять и как-то исправлять ситуацию. И при этом все чаще говорится о том, что мы сегодня сталкиваемся с такой системой глобальных рисков, которая требует фундаментальной перестройки мировой рыночной системы. Но при этом почему-то я нигде не встречал рассуждения о том, что именно пул мировых центробанков, приближенных к ним крупнейших банков в каждой стране, транснациональных банков или финансовых холдингов, который скупает активы, как я показал выше, он фактически становится совокупным хозяин львиной доли мирового богатства. То есть уже не распределенный рыночный капитал, а центробанки приближенные к ним транснациональные финансовые холдинги становятся потихоньку как бы малозаметно реальными хозяевами мира экономическими, финансовыми. Но об этом почему-то в качестве глобальных рисков никто не говорит. Уже произошла вот это или происходит катастрофическая перестройка глобальной рыночной экономики. Она уже совсем другая, но об этом не говорят. В появляющейся в экономической прессе прогнозных перечнях возникающих глобальных рисков, если на это и намекается, то очень невнятно и где-то в конце списка. Вот какие глобальные риски. Один из самых авторитетных рисковых прогнозов университета Северной Каролины и его фонда это экономические условия. Что такое экономические условия следует предполагать? Ну там объясняется, что вот плохая ситуация на рынках, неопределенность и так далее. Регулятивные меры признается, что регулировать нечем. Кибератаки. Кибератаки почему? Это, конечно, натянуто, потому что уже посчитано, что ущерб или убытки от кибератак ни в одной из экономик не составляют каких-нибудь десятых долей процента или процента от совокупного объема экономики. то есть они еще не стали. Они могут стать глобальным значимым фактором, но пока еще далеко не стали. Скорость внедрения технологий. Это серьезный фактор, на нем я остановлюсь чуть позднее. Безопасность, неприкосновенность данных, это тоже с кибератаками, то есть с воровством компьютерным. Вопрос передачи полномочий и поиска сотрудников. Это еще одна проблема. Очень много компаний признают, что они на огромном рынке растущем специалистов выпускают и вроде бы безработицей в связи с падением, в связи с кризисными процессами не могут найти достаточно квалифицированных сотрудников, чтобы нанять. Нету таких. То есть те, кого выпускает эта самая глобальная рыночная образовательная система неадекватны, не дотягивают даже до того уровня сложности экономики, который мы видим сегодня. Это вторая серьезная проблема. Ну и наконец скромно то, о чем я говорил, валютные финансовые рынки. Но то, что я говорил, нигде мне не попадалось, не описывается, не расшифровывается. Нет в этом списке еще одной очень крупной проблемы. Проблема растущего глобального долга. В 2007 году перед кризисом, который начался именно из-за роста плохих долгов, напомню, глобальный долг, то есть совокупный мировой, был чуть выше 140 триллионов долларов. Сейчас в результате запущенной в кризисе и продолжающихся вот этих программ, так называемых количественных смягчений, глобальный долг уже превысил 225 триллионов долларов. И сегодня он составляет более трех совокупных мировых ВВП. то есть грубо говоря, только на то, чтобы погасить этот долг, ни жить, ни есть, ни пить, ничего не делать, просто гасить долг, мир должен потратить более трех лет. Такого, естественно, никогда не было. И уж почти всем вменяемым серьезным экономистам понятно, что с растущим долгом таких масштабов без катастрофических последствий уже ничего сделать невозможно. Еще одна обостряющаяся проблема глобальной экономики это нарастающее экономическое неравенство. Недавно в банке Credit Suisse аналитики выпустили большой, довольно обстоятельный доклад на эту тему. И этот доклад показывает, что именно в кризисные последние годы стремительно росла доля мирового богатства, принадлежащая сверхбогатым в ущерб бедных. Как пелось в одной песенке из мультсказки «Будут бедные и беднеть, богатее и богатеть». Вот это и происходит. Мы видим, что здесь 35,6% мирового богатства сосредоточено у сверхбогатых. Это 69,2 триллиона долларов. А здесь всего, навсего через 6 лет сверхбогатые уже контролируют почти 117 триллионов и на 10% больше мирового богатства. 45,6% почти половину. И это совсем не мелочь. Не мелочь прежде всего потому, что бедные уже достаточно сильно накалены, обижены, фрустрированы, затянувшейся эпохой кризиса. Это так во всем мире. От Америки до Южноафриканской республики, от Греции до Малайзии. Это везде. И они уже начинают проявлять все более высокую, в том числе достаточно радикальную улично-протестную активность, политическую активность. В Штатах тоже, в Европе тоже, в какой-нибудь Индонезии тоже, в Индии тоже. И выход в массовые СМИ подобных данных о том, что происходит, он эту активность не может не подогревать. Тем более, что именно сейчас данные такого рода они далеко не единственные. Давайте вместе прочтем внимательно следующий текст. Восемь богатейших людей мира владеют 426 миллиардами долларов. Такой же суммой располагает беднейшая половина человечества. Это отчет международного объединения, занимающийся борьбой с бедностью. Если в 2014 году беднейшую часть населения навешали 85 богачей всего 2,5 года назад, то сейчас уже всего 8. Вдумайтесь, вот что происходит. Доходы 10% самых бедных с 2011 года выросли меньше, чем на 3 доллара в год, а процента богатейших людей планеты в 182 раза. Ну и так далее. Список здесь приводится, я не буду здесь подробно цитировать, но понятно, что бесплатно такое социальное неравенство расти не может. Это кризисность не только экономическая, это кризисность социально-политическая, с которой мир уже сталкивается и вскоре будет сталкиваться в, ну скажем так, в кошмарных масштабах. Это неизбежно. Теперь я перейду к экономическим проблемам Соединенных Штатов. Это по-прежнему, пусть уже не крупнейшее, Китай их обогнал, но, скажем так, самая влиятельная по-прежнему экономическая страна мира. Штаты накопили совершенно беспрецедентный долг. Это уже 20 триллионов государственного долга. Причем 10 триллионов из этих 20 триллионов были накоплены всего в последние 8 лет при Обаме. Вот какие темпы роста. Ну и остальное разное еще 60 триллионов долларов. Откуда прежде всего берется вот этот главный, наиболее болезненный, о котором должны думать государственные мужи, вот этот государственный долг? Это прежде всего отрицательная сальдо внешне торгового баланса Соединенных Штатов, которое много лет стабильно держится на очень высоких уровнях. На следующем слайде показана его динамика за 10 месяцев последнего года. То есть помесячно нигде меньше 36-38 миллиардов долларов раз баланса дефицита не было. Самый большой дефицит был перед началом кризиса в 2006 году. Это за год 900 миллиардов долларов. Но и в 2015 году дефицит был огромный почти 740 миллиардов долларов. Вот так эти 10 триллионов нового долга в основном и набирались. Но неподъемная ситуация на долге это не единственная проблема. В Америке после кризиса достаточно быстро и резко падает средний реальный доход домохозяйств. За период кризиса он упал примерно с 5750 долларов до 5350 долларов. На 400 долларов это очень существенная величина. Далее заметно с 308 примерно долларов на человека в 2011 году на 20 долларов до 328 долларов в 2016 повысились расходы на стоимость медицинских услуг. И здесь большую роль сыграла продавленная Обамой прежде всего в пользу фармацевтических корпораций и врачебных корпораций но и не только программа Обамакейер программа медицинского страхования. Дальше очень благостные официальные данные по американской безработице она я не привожу рисунок в пике кризиса 10% была безработица в Штатах сейчас она упала до 5% но это затушевывает тот факт что в Соединенных Штатах неуклонно снижается доля занятой постоянной работы трудоспособного населения то есть такая хорошая статистика обеспечивается тем что из подсчета просто исключается тот контингент населения который уже отчаялся и перестал искать работу все эти признаки государственного экономического неблагополучия США приводит к серьезному негативному процессу в сфере государственных финансов а именно к утрате доверия к надежности долговых обязательств Америки и соответственно массированным продажам американских гособлигаций трешерис прежде всего зарубежными центральными банками то есть вот вообще-то общий объем трешерис в держании зарубежных центробанков и других инвесторов зарубежных более 6 триллионов долларов но более 400 миллиардов долларов падения в последнее время оно продолжается по последним данным наиболее клубные держатели трешерис Япония и Китай продолжают продажи это огромная цифра некоторые американские аналитики видят причину этих распродаж в том что вот якобы у Японии и Китая плачевная внутренняя финансовая ситуация они для поддержки штанов для получения свободной валюты трешерис продают отчасти это по крайней мере для Китая так но объяснить это вот продажами из-за необходимости пополнять казну нельзя и большинство экспертов считает что главная причина именно в росте недоверия к финансово-экономической устойчивости Соединенных Штатов вот на таком вот экономическом фоне на выборах в Штатах неожиданно почти для всего мира неожиданно подчеркиваю победил Дональд Трамп представляется что победил он в роли ставленника системных системных именно системных элитных групп об этом говорил уже Сергей Ирванович которые понимают что прежняя экономическая политика которая олицетворялась Клинтоном Бушем младшим Обамой а также которую заявляла претендентка на президентский пост Хиллари Клинтон это полный тупик Америка заведена в тупик и весь ведомый Америкой глобальный экономический мир заведен в тупик выхода из которого никто не видит для Соединенных Штатов главная проблема этого тупика перманентный дефицит внешнего торгового баланса и вот это самые перевалившие за 20 триллионов долларов госдолг а это совершенно сумасшедшие деньги если перевести расчет этот на каждого американского налогоплательщика то на каждого из них приходится 160 тысяч долларов долга вдумайтесь 160 тысяч долларов огромные деньги и видимо Трамп поддержан именно для того чтобы вот эти две главные глобальные проблемы глобальные американские начать решать предшественники Трампа и Хиллари своей политики по сути представляли интересы транснациональных корпораций и банков именно они были и являются главными бенефициарами как мы уже говорили и интересантами соответственно финансово-торговой глобализации именно на этой глобализации они устроили тот пылесос который позволял Соединенным Штатам Америки накапливать чужие деньги и свободно ими играть вот именно финансовому пулу свободно этими деньгами играть ну и накопить соответствующий долг голова о котором должна болеть у кого-то другого наверное у кредиторов но не у американской администрации не у американской элиты не у американского эстеблишмента представляет что Трампу фактически назначено или поручено стать если естественно у него получится лидером вот фундаментальной схемы экономической политики США то есть с опорой на национальные корпорации и банки именно это по сути Трамп заявлял и в предвыборной программе и во множестве выступлений перед избирателями и после инаугурации но для того чтобы это реализовать нужно чтобы эти национальные корпорации и банки были чтобы они были сильными чтобы стать вот этой самой опорой нового курса Трампа то есть американский бизнес нужно вернуть в Америку именно это и есть главное о чем регулярно говорит Трамп и знаменательно между прочим что в публикуемых в США и во всем мире сводных таблицах которые призваны представить экономическую программу нового президента Соединенных Штатов вот это самое главное постоянно опускается или прячется в деталях вот пожалуйста один из примеров налоги понижения да регулирование снижение бюрократизации да торговля пересмотреть на авто и выйти из транстелекорианского партнерства энергетика возобновить добычу прочее отменить вот этот самый обамовский обама кейер медицинскую программу а вот главного о том что нужно вернуть производящий бизнес в Америку здесь вообще не упоминается даже и это вряд ли случайно между тем это главное потому что есть расчеты серьезные расчеты только возвращение в США основной части сбежавшего в другие юрисдикции американского бизнеса способна очень серьезно поправить дела в американской экономике если экспорт большинства сбежавших компаний станет американским не китайским не мексиканским не австралийским американским экспортом одно это уже обеспечит Америке есть расчеты хорошие положительное или нейтральное сальдо торгового баланса то есть позволит не только заморозить но и потихоньку сокращать вот этот самый смертельный государственный долг далее только это вернувшееся производство на территории США по отчетам есть такие подсчеты макроэкономических аналитиков обеспечит дополнительный рост реального ВВП США минимум на 3-4 процента то есть скажем так позволит выйти на обещанную Трампом устойчивую траекторию роста страны далее это заодно обеспечит очень существенный рост рабочих мест в Америке еще одно обещание Трампа и повышение соответственно налоговых поступлений а это даст деньги для пополнения бюджета и подчеркну реализации опять-таки обещанных Обамой крупных инфраструктурных программ в которых Америка крайне нуждается повышение налоговых поступлений от вернувшихся в страну компаний заодно позволит снизить нагрузку на граждан и бизнес это еще одно программное обещание Трампа поскольку оно повысит прибыльность экономической деятельности и склонность компаний к новым инвестициям вот по подоходному налогу здесь главное отмечаю что нулевой ставки подоходного налога в Америке сейчас нет 10 процентов минимальная налоговая ставка Трамп обещает вот так поддержать бедных вот таковы судя по некоторым американским публикациям основные макроэкономические программные идеи Трампа и его команды я сознательно не затрагиваю пока то что касается политики потому что там очень много в этом можно утонуть а вот экономические вот такие вот и экономический американский мейнстрим который напомню почти полностью контролирует противники Трампа из лагеря транснациональных глобализаторов вот та часть американского еврейского не только еврейского истеблишмента которая контролируется в основном демпартией финансами голливудами и так далее так вот эти говорят что программа Трампа это опасная и нереализуемая утопия как именно Трамп надеется реализовать свою программу центральное место в которой подчеркну занимает возврат существенной части сбежавшего американского бизнеса на родину во-первых Трамп объявил что намерен полностью закрыть вопрос о реализации центральной идеи глобализаторов в создании транс-тихоокеанского и транс-атлантического партнерств ТПП и ТИП о том какие именно американские условия этих партнерств и глобальной торговли инвестиций были заложены в эти проекты мы уже обсуждали на клубе повторяться не буду очень выгодные для Америки для транснационального бизнеса и очень проблемные для всех остальных так вот эти партнерства были призваны охватить более 60% мирового ВВП страны которые вот такую часть мирового ВВП обеспечивают и фактически стать об этом открыто говорили сторонники этих соглашений альтернативой всемирной торговой организации которая сдыхает действительно сдыхает ничего не может и так далее подчеркну что оба партнерства должны были обеспечить предельно благоприятные условия для дальнейшего вывода американских корпораций и их инвестиций в страны члены соглашений а это огромное число стран это вот трансатлантическое я не рассматриваю потому что его похоронили уже а вот транстехокеанское это 40% мирового ВВП 33% торговли более миллиарда человек и 20 тысяч перечня товаров и услуг соглашение с Евросоюзом в тип просто снято с обсуждения а ТПП которые США и другие 11 стран подписали год назад Трамп как и он и обещал сразу по приходу в Белый дом тут же отменил а заодно он объявил что его команда уже начала рассмотрение вопроса о пересмотре заключенного в 94 году североамериканского соглашения о свободной торговле НАФТО это с Канадой и Мексикой с тем чтобы внести в это соглашение поправки которые обеспечивают защиту торговых и инвестиционных интересов США подчеркну что эту проблему Трампу будет решить гораздо сложнее конечно чем программу отмены транстехоокеанского партнерства такие поправки придется продавливать через Конгресс а Конгресс далеко не дружественный Трампу и вряд ли быстро станет если вообще станет к нему дружественным но заодно Трамп объявил что начинается строительство ограждающей стены на границе с Мексикой которая должна избавить Америку от нашествия новых нелегальных мексиканских мигрантов далее Трамп заявил уже заявил что для корпораций которые намерены выводить свой бизнес из штатов будет законодательно установлены резко повышенные до 45 процентов нормы налогообложения Трамп также заявил что как он и обещал в предварной программе он намерен пересмотреть вопрос об участии штатов в подписанном в прошлом году парижском климатическом соглашении это еще одно детище Обамы которое Трамп считает очень сильным тормозом для национальной экономики и соответственно Трамп хочет не только смягчить ряд действительно вряд ли разумных это признают даже специалисты эксперты экологических запретов внутри Соединенных Штатов но и внимание заодно прекратить американское финансирование так называемых климатических программ Организации Объединенных Наций все перечисленное уже позволило противникам Трампа приклеить новоизбранному президенту США ярлыки врага глобализации и ужасного препятствия для развития свободного мира в частности эти ярлыки и сопутствующие громкие обвинения много раз звучали с трибуны вот только что закончившуюся несколько дней назад мирового экономического форума в Давосе и особенно яростно там вопил буквально вопил причем уже с неприкрытыми угрозами Джордж Сорос именно он так свирепо навешивал ярлыки и буквально угрожал не только Трампу но и Терезе Мэй за то что она допустила Брексит но судя по всему похоже пока Трампа эти ярлыки и эти вопли не смущают и не тяготят если вернуться к действиям реальным нового лидера США то нельзя не отметить что в объявленную программу первых стадий президентства Трамп уже включил в разработку и предложение Конгрессу обещанной реформы налогообложения все эти меры отметим уже дают определенный пока не очень понятно в каком масштабе но эффект в частности уже опубликованы данные о том что несколько американских корпораций которые объявляли и планировали развертывание своего нового производства за рубежом уже объявили о том что они отказываются от этих планов и что намерены строить свои новые заводы в Америке однако подчеркнем что шансы Трампа на полноценную реализацию описанной вот этой программы большинство аналитиков в том числе тех которые Трампа симпатизируют оценивают как невысокие главный довод заключается в том что Трампу попросту не дадут реализовать задуманные его политические противники в американской элите истеблишменте прежде всего в Конгрессе через который ему придется проталкивать это очень будет трудно нужные законопроекты а вот второй важный довод о котором я упомянул это то что из-за развития новых технологий Трампу не удастся реально обеспечить повышение рабочей высококвалифицированной оплачиваемой занятости в Соединенных Штатах действительно этот довод достаточно серьезный дело в том что большинство современных технологических процессов вот буквально в последние десятилетия два начали очень быстро автоматизироваться и роботизироваться причем это касается даже тех отраслей экономики в которых высокая занятость не слишком производительным но именно рабочим ручным трудом была высока и до недавних пор не представляли возможности ее снизить там тоже в результате идет идет такой процесс что то производство на котором раньше выпускало вот определенный объем продукции 100 человек уже сегодня в некоторых отраслях в состоянии выпускать команда роботов и несколько операторов технологов которые за этими роботами наблюдают и этих роботов настраивают это общемировая проблема она стоит все более остро и она крайне серьезная в мировой экономической прессе уже появились публикации которые прогнозируют что в течение ближайших 20-30 лет количество трудовых ресурсов необходимых человечеству для всех типов производства и предоставления услуг то есть для всех секторов экономики сохранится минимум вдвое представляешь такое сокращение рабочей силы мировой в два раза куда девать остальных под какой нож они пойдут что они будут делать как они взорвут социально-политическую ситуацию это проблема страшная и не в Америке не ни в других странах мира никто пока никакого внятного и разумного решения этой проблемы не предлагает и даже в общем не обсуждает исключение некие скажем так радикально нацистско-гностические идеи о том что этому нужно производить немножко больше чтобы этих лишних людей кормить а дальше они потихоньку сами развратятся и вымрут вот примерно так и это совсем даже не шуточная угроза кратко Европе экономика крайне неблагополучна Европа в глубокой не только экономической но и политической растерянности три главных удара по благополучию и единству выход Великобритании Брексит кризис исламских мигрантов и неожиданная победа Трампа в Соединенных Штатов уровень безработицы в ее зоне падает очень медленно причем в последней аналитике мне не попадалось случайно нашел что уровень безработицы среди молодежи а в некоторых странах он выше 25% не снижается 25% молодых безработных это люди выброшенные из жизни которые не работают не умеют работать и вряд ли когда-нибудь начнут работать что они будут делать это причем это молодежь которая активно энергично эта проблема на самом деле вряд ли намного менее страшная чем проблема технологического освобождения половины мировой рабочей силы это очень серьезная проблема ВВП и промышленная производство в странах еврозоны фактически стагнирует никакого серьезного роста нету исключение чуть-чуть Германия но это исключение компенсируется другими странами в которых все гораздо хуже точно так же как и в Штатах копятся гигантские объемы активов в европейском центральном банке в ряде национальных банков прежде всего в германском почти 1200 миллиардов долларов которые фактически некуда девать они лежат без применения как и в Штатах никто не хочет брать кредит и инвестировать но одновременно в Европе еще один вслед за Грецией появился так называемый тяжелый больной это Италия точнее ее банковская система ее конечно довольно сильно и на это пытаются все списать подрубил неуспех заявленного премьером и правительством референдума о изменении конституции Италии там довольно сильные изменения были этот референдум провалился вот якобы что экономика тоже в растерянности не знает что будет дальше на самом деле кризис банковский в Италии начался давно много крупнейших банков давно переполнены плохими кредитами и выглядит это вот примерно так это 560 миллиардов евро плохих или гарантированно невозвратных кредитов во-первых а во-вторых как минимум 8 банков во главе со старейшим мировым банком монтепаски который в кризисной ситуации либо обанкротится это буквально сейчас решается либо его будет спасать правительство наращивая государственный долг но и у остальных семи из этого списка ситуация не намного лучше скорее всего все проблемы Италии не только Италии в Европе в целом в ближайшее время обострятся по причине прихода Трампа и резкого изменения глобализационной политики Соединенных Штатов если повторяю Трамп сможет это завернуть всерьез и надолго потому что на именно такую глобализационную политику ориентировалось большинство европейского бизнеса большинство европейских экономических регуляторов они на это сделали давнюю ставку под это заложили свои деньги и программы смена этой политики обязательно будет тяжелейшим экономическим кризисом и конечно огромные растущие трудности для Европы представляют тупик решения мигрантской проблемы именно эта проблема привела к очень быстрому массовому росту критического отношения к сохранению единой Европы Брексит который впервые всерьез промонетизировал европейское единство он получил продолжение в проблеме мигрантов а также в трамповой деглобализации американской мировой экономики и это все вместе очень серьезно усугубило вот эту негативную тенденцию предраспада скажем так еврозоны здесь в сфере евроскептиков и правых партий вот в сфере их активности и интересов активная переоценка смысла и цены удержания единой валюты экономических институтов Евросоюза включая бюрократию Евросоюза все чаще и громче раздаются голоса что нафиг Евросоюз нафиг евро давайте будем переходить возвращаться к национальным валютам а это будет мощнейшая перестройка не только европейской но и глобальной экономики мощнейшая и это тоже увы в плане далеко не таких маргинальных рисков наконец совсем коротко о Китае как все собравшиеся знают председатель Синь Цзиньпин уже давно выдавал проект под названием один пояс один путь который призван охватить весь мир и фактически является ну скажем так альтернативным проектом китайской глобализации ну вот это охватывает практически весь мир то есть всю Евразию всю Африку Синь Цзиньпинь при этом скромно умолчал и не рисовал как и китайские аналитики вопрос как это отразится на Латинской Америке с Латинской Америкой там огромнейшие очень прочные связи и это никуда не денется знаменательно что Синь Цзиньпинь стал центральной фигурой в Давосе о котором я только что упоминал и там он именно предъявил Китай как нового лидера новой глобализации вот что он сказал цитирую действительно экономическая глобализация создала новые проблемы но это не повод что совсем отказаться от глобализации скорее мы должны адаптироваться и управлять экономической глобализацией смягчать ее негативные последствия и обеспечивать ее преимущество для всех стран то есть он уже открыто говорит как лидер новой глобализации Трамп только что пришел да и глобализация только началась это не случайно Китай уже давно является мировым лидером по росту активности в сфере сделок по слиянию поглощением компаний то есть вот какая динамика если слияние поглощения практически везде в мире падают в КНР они растут и растут быстро то есть Китай поставил перед собой задачу создать крупный массив мощных компаний конкурентоспособных на глобальном рынке и эту задачу несмотря на те кризисные проблемы которые у самого Китая есть которые мы здесь уже обсуждали он эту задачу последовательно решает и наконец я хочу упомянуть что проект один пояс один путь и Латинская Америка как бы не связана Китай в южном конусе то есть в Латинской Америке очень активен он там стал вторым торговым партнером по масштабам после Соединенных Штатов которые считают Латинскую Америку своим задним двором и ненамного уступает штатам в объемах торговли то есть мы видим что объем взаимной торговли все последние годы не менее 240-260 миллиардов долларов в год сейчас чуть-чуть снизился но снизился незначительно и новые проекты Китай в частности гигантскую ГЭС в Боливии только что открыл новые проекты не только завершает но и затевает открывает конечно у Китая есть проблемы огромный внутренний долг много плохих кредитов высокий уровень утечки капитала снижение темпов роста ВВП и так далее но несмотря на все это несмотря на то что Китай снизил темпы роста с недавних 10% годовых до нынешних 6,7% огромная китайская экономика по прежнему является ключевым драйвером мирового экономического роста это объективно так это все признают самые недобожелательные противники Китая и потому притязание Китая на роль нового лидера новой глобализации это вовсе не беспочвенные претензии тем более что у Китая уже есть ряд интеграционных проектов помимо один пояс один путь это азиатская зона свободной торговли всестороннее региональное экономическое партнерство в АТР которые Китай не прочь расширять он укрепляет именно торговые взаимные связи с обножеством стран вкладывает гигантские инвестиции то есть он движется к этому реальному статусу лидера новой глобализации и конечно же не может не склеснуться в этом статусе причем довольно остро соединенными штатами и вряд ли на этом поле удастся без серьезных потерь без серьезных конфликтов и без кризисов обойтись на этом я завершаю спасибо за внимание спасибо юрий очень интересный доклад я хочу в заключении сказать что для меня например совершенно ясно что тут есть несколько тенденций которые ну каждая сама по себе ничего хорошего не сулит ну например идет безумная концентрация чего-то вот в газете было написано что вместо 50 крупнейших информационных концернов за несколько лет их стало 6 но это понимаете это такой хлопывающий взрыв так мгновенно мы этого почти не видим а это новый мир значит с концентрацией вот которая вот все здесь описано это такие же вот внутри всего этого дела стремительно растет какой-то субъект который будет предъявлять глобальные претензии глобального государства нет но оно будет ну вот просто это очевидно дальше Америка там и Европа не могут расстрелять 10 миллионов человек когда окажется что нужно что-нибудь там скорректировать а Китай может и в этом его суперсила он сделает то что нужно чтобы процесс был дальше ну так сказать он достаточно в этом смысле директивно волево репрессивен а что там будут делать в Европе где-то непонятно да это тоже процесс что ясно что он захватывает мир и будет его захватывать и это ничего не слит хорошего потому что остальные не могут просто щелкать клювом они должны как-то этому противодействовать да вот это происходит ну как бы никаких ясных смыслов нет когда смыслов ясных нет и люди не артикулируют какие-то основные базовые проблемы связанные с человеком начинается рост безумия самого разного вот это отсутствие рабочей силы это что означает что они запендюрили такую систему образования и такого человека внутри этой системы что они то что им нужно получить не могут ну просто все должны быть каждый за себя у нас атомизация каждый центр чего-то война всех против всех дальше эти детки получившие такое воспитание приходят в корпорацию и что начинается да тим билдинг тим спирючал да настроение команды дух команды почему ну потому что невозможно пришли в корпорацию друг с другом грызутся а жить то как как работать вообще не ясно кроме того в позитивном смысле слова они работать не могут вот я скажу что вот у моего отца был очень известный китаист друг близящий он даже у нас в школе лекций читал Юрий Мисакович Корушанс да вот а у него были еще более известные друзья которые совсем так сказать вот в Китае коммунистическом там лица Советского Союза сильно взаимодействовали и они рассказывают я не знаю притчей это или нет я не берусь гарантировать что это правда но с их рассказов которые я слушал в детстве была беседа Сталина с Мао Цзэдуном когда Мао Цзэдун который боготворил Сталина несмотря на то что он знал что Сталин не хотел сильного Китая Чанкаши хотел а не Мао Цзэдуна вот но Мао Цзэдун его боготворил и когда уже кончилась вся главная часть бесед Мао Цзэдун договорился мы по оперативным по стратегическим проблемам все решили техника поставки все а все-таки на такой чисто китайский вопрос а вот что самое главное в чем смысл смыслов вот в чем сам идея вот я может быть никогда не встречу вас вот я хотел бы из ваших уст что-то слышать скажите что же главное на что якобы по этой притче Сталин ответил главное чтобы народ работал и мне когда-то вот в детстве казалось что в этом даже есть какой-то цинизм вот какая-то такая буржуазная такая ну теперь вот находясь там на поселении и так сказать занимаясь в том числе и привлечением местного населения к работе я понимаю что для того чтобы народ работал нужно невероятное количество усилий культурных смысловых воспитательных инфраструктурных там ПТУ то-се-пятое-десятое что это не хухры-мухры это машина которая должна все это каким-то способом завести и вся эта машина остановлена регулярно создается ситуация в которой народ работать не может не знаю хочет ли но не может и эта ситуация распространяется на большую часть мира кроме вот этих азиатских зон где еще подстегивают подстегивают да там внизу какой-то слой людей который совсем мало зарабатывает и он хочет еще да получу пожить и куда-то движется еще как-то работает эта машина народа работающего да но она останавливается даже там а в остальном сейчас темною она остановилась эти люди не могут работать даже если хотят потому что работа это не труд даже если они могут сколько-то не знаю что-то сделать это взаимодействие ты сюда я туда ты сюда мы туда оба вот здесь это нужно сделать это это ни одну работу нельзя довести до алгоритма люди должны понимать друг друга все разрушено понимание мотивация смыслы энергия ну человеческий материал и все это в целом говорит о том что не ясно только через сколько времени никто развяжет крупный конфликт да как он будет развязываться от среднего к крупному да и тут все там сколько проживет этот Трамп что он лично сделает не знаю развяжет ли сам он конфликт через какое-то время и так далее и тому подобное процессы идут стремительные и в этой ситуации с моей точки зрения помимо всего прочего я там не знаю вам скажу в заключении что я ставлю несколько задач да ну первая из них интеллектуализация и культурный рост вторая информационный рост чтобы люди могли работать на информационном рынке создавая крупные факторы да сейчас это невозможно но я верю что через год это будет возможно третий производственный рост чтобы у всего этого была экономическая база четвертый аграрный рост чтобы упаси бог если что-нибудь случилось так сказать это пятое это рост безопасности чтобы были вообще и бомбоубежище и все что угодно да и шестое это рост коллективизма способного обороняться в пределах закона и все но это такой рост коллектива в котором палец в зубы не кладить да как бы не надо да мы всех любим но нам заглядывать в гости не надо для прогулок надо выбрать подальше заколок вот просто такие вот задачи для меня все время видеться в качестве очередных в том что касается какого-то ядра существования той структуры в которой так сказать вот люди гораздо моложе меня вошли и там уже там какой-то груз в лакут кто по 5 кто по 6 лет да вот это ну а что касается всего остального то мне кажется что в этой ситуации нужны крупные мероприятия может быть они будут нужны даже до 7 ноября 2017 года но они безусловно нужны 7 ноября 2017 года с выдачей и стратегических ясных приоритетов да глобального и внутри российского значения и человеческого состояния людей отвечающего этим приоритетам так чтобы не было что люди еле-еле шевелятся а приоритеты ого-го чтобы было какое-то соответствие вот мне кажется что это вот такое вот завершающее резюме по принципу действовать ни в коем случае не сидеть и не смотреть на всю эту так сказать чавкающих драконов как на неумолимую силу пожирания которая рано или поздно доберется до тебя действовать человек не имеет права перестать действовать он не имеет права сдаться он должен сражаться он может умереть в борьбе или победить а когда он сдается он уже не человек и человеком ты становишься тогда когда ты на пределе своих человеческих возможностей и за этим пределом отстаиваешь свои ценности все это единственное счастье надо ими обладать и отстаивать их за пределом своих возможностей, все время двинясь. Ничего другого в человеческой жизни не существует. Поэтому ничего грустного нет в происходящем, потому что в жизни все грустно в каком-то смысле, а в каком-то смысле весело. Жить будем плохо, но недолго. Спасибо, Передов. Продолжение следует...